Говорим о Украине и ЕС, об отношениях Украины и ЕС и говорим о статусе кандидата. Важно понимать, что это историческое решение, то, что Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Это решение единогласно поддержали лидеры всех 27 стран, членов Евросоюза. При этом в СМИ появилось видео с украинским флагом, который подняли на флэшток перед зданием Европарламента. На своей страничке в Твиттере представительство Евросоюза в Украине заявило о том, что глубоко уважает жертвы украинцев и готова работать вместе во имя общего будущего. О том, каким может быть это будущее, расскажет наша Лариса Зубенко. Заявку на получение статуса кандидата на членство в ЕС Украина подала на пятый день полномасштабного вторжения российских войск. Еще в конце мая украинская дипломатия заявляла о том, что в Европе остались страны-скептики, которые не готовы отдать свой голос за такое решение. А уже 17 июня Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. По мнению комиссии, Украина четко продемонстрировала стремление и решимость страны соответствовать европейским ценностям и стандартам. Украина еще до войны встала на путь в Европейский союз. Вот уже 8 лет она постепенно приближается к нашему союзу. С получением статуса кандидата Украина должна будет выполнить 7 требований. Среди них – реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформы в целом, усиление борьбы с коррупцией. В этот пункт входит избрание нового руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного бюро. Необходимо будет принятие закона о борьбе с так называемым отмыванием денег, имплементировать антиолигархический закон, учредить независимого регулятора СМИ и завершить формирование законодательства о нацменьшинствах. В конце года Еврокомиссия проанализирует выполнение Украины этих требований. Кандидатский статус означает, прежде всего, экономическое сотрудничество на качественно новом уровне. В частности, возможность получения доступа к специальным фондам Евросоюза, которые помогут профинансировать улучшение социально-экономической ситуации в стране, что, в свою очередь, поможет адаптироваться к стандартам Евросоюза. Также процесс евроинтеграции очень важен для поддержания духа украинцев в эти трудные дни. И факт восприятия Украины в качестве равноправного партнера ЕС был бы хорошим сигналом поддержки. Вместе с необходимыми Украине реформами статус кандидата принесет стране и беспрецедентную финансовую поддержку на послевоенное восстановление. О точных суммах станет известно после утверждения дорожной карты. Однако, как говорят представители украинского правительства, речь идет о миллиардах евро. После принятия этого решения приоритетным будет вопрос обновления Украины, построения новой инфраструктуры, поддержка украинской экономики и, безусловно, завершения войны с мобилизацией дополнительной военной поддержки. Статус кандидата, кроме важного политического сигнала, предоставляет Украине совершенно другой статус в отношениях с Европейским Союзом. В частности, мы, как страна-кандидат, получаем доступ к структурным фондам Европейского Союза. Кроме того, Украина сможет полноправно участвовать во всех программах и инициативах ЕС. Законодательство страны в сфере регуляции частного бизнеса будет синхронизировано с европейским. Это поможет привлечь иностранный капитал после окончания активной фазы войны. По словам экспертов, то, что Украина так быстро пришла к получению статуса кандидата в условиях войны – еще один мощный политический сигнал поддержки со стороны Европы. У Европейского Союза опыта предоставления статуса кандидата в стране, которая находится под постоянными обстрелами в горячей стадии войны, такого не было. Ну, то есть, практически ни с чем сразу. Это действительно беспрецедентная ситуация. Правда, что после победы и завершения войны действительно нужна будет возможность для отстраивания городов. Но тоже она именно надеется, что Украина стала кандидатом в ЕС и Россия сразу отступила. Россия утверждала, что никто нас никогда не ждет в Европейском Союзе. А это будет догадательство обратно, что Украина избрала цивилизованный европейский мир. И нас там ждут, и нас хотят видеть там. Поможет кандидатство Украине в сфере обороны. Финансовые программы предусматривают такую статью расходов. Также в новом статусе стране будет легче договариваться с западными партнерами о поставках военной техники. Лариса Зубенко специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». В том числе украинские перспективы в Европейском Союзе, как и перспективы Европейского Союза при кандидатстве Украины и Молдовы. Будем обговаривать с Антоном Кучухидзе, политологом-международником. Антон, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. А то, что это историческое решение для Украины, то, что это очередной шаг Украины и Молдовы в стан цивилизованных государств, это 100%. Это тут даже не обговаривается. Одно но. Есть государства, которые в статусе кандидата пребывают уже 17 лет, некоторые даже больше. Скажем так. Кандидатство ведь это еще, скажем так, не означает. Значит, что через три года, через определенный промежуток времени, короткий, давайте так, государство станет полноправным членом Европейского Союза. Не так ли? Да, процесс у каждого государства вступления абсолютно разный. Но давайте понимать две вещи. То, что я всегда говорил, но не всегда был понят в средствах массовой информации. Конечно же, с одной стороны, чтобы государство стало полноправным членом Европейского Союза, они должны быть готовы соответствовать определенным критериям, так называемым Копенгагенским критериям, демократическим свободам и так далее, и так далее. То есть это если мы говорим про какую-то идеальную картину мира. Но давайте не забывать и объективную реальность, которая заключается в том, что Европейский Союз в своей истории расширения принимал и политические решения, когда страны не совсем были готовы, не совсем соответствовали многим критериям, но, учитывая политическую конъюнктуру, геополитическую необходимость и так далее, ЕС расширялся. То есть при всем уважении Румыния, Болгария, ряд других государств. Есть вопросы даже сегодня у Брюсселя к этим государствам по многим реформам и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, конечно же, Украина должна готовиться, но надо понимать такую вещь, что решение о вступлении Украины в Европейский Союз, конечно же, будет зависеть от политической конъюнктуры. То, что война должна закончиться, я уже об этом не говорю, это понятное дело. То есть прецедента того, что Европейский Союз расширился за счет государства, которое ведет войну, такого не было еще, конечно же. Поэтому окончание войны и затем будет борьба. Насколько мы готовы и насколько политическая конъюнктура в Европе готова за счет нас расширяться. Ну, это так, чтобы реально понимать, как этот процесс происходит. А насколько сейчас... Ну, Турция, например, она давно готова. В 87-й год, если мне не ошибается. Если я не ошибаюсь, в 87-й год кандидаты Турции. Да, а переговоры они начали с 99-го. То есть с точки зрения экономики, это одна из передовых экономик в мире входит в G20 и так далее. Там, конечно же, есть своя форма управления внутри относительно политического устройства государства, чем европейцы недовольны, например. Но в целом нельзя сказать, что Турция – это слабое государство. Она мощнее многих мощных европейских лидеров на сегодняшний день, если брать экономику, развитие, IT и много других моментов, или же глобальность экономики Турции. Поэтому это вот такой вот вопрос между готовностью государства и между готовностью европейских лидеров давать статус членов. А теперь еще тоже, Антон, извини, Денис, я перебью по поводу вообще демагогии, связанной с Российской Федерацией. Потому что вот это перетягивание каната, которое начиналось еще, когда была революция достоинства между таможенным союзом и Европейским союзом, что же, куда же должна направляться Украина, и что выбирала при этом Российская Федерация. Сейчас, если мы видим заявление, каждый раз при какой-то помощи со стороны Запада Украине в вооружении, всегда появляются заявления, надо активнее сейчас уничтожать вот этих всех кавычках, да, там фашистов, нацистов и прочее, которые находятся в Украине, по мнению Российской Федерации. Сейчас со стороны России увеличатся ли манипуляции в связи с получением статуса кандидата Украиной, и, ну не знаю, могут приравнивать чуть ли не там к вступлению Украины уже к НАТО. Ну не знаю. Как вы считаете? Манипуляций будет очень много, конечно же. Первая манипуляция, которая будет, это то, что якобы статус кандидата на членов Европейский союз ничего не дает. Это основная карта, которую российская пропаганда будет разыгрывать. Вторая пропагандистская карта, которая у них будет на повестке дня, это то, что Европейский союз развалит наше производство полностью, развалит малый и средний бизнес и так далее, и так далее. И, конечно же, они будут это транслировать. Приравнивать лиг НАТО, если говорить открыто, то орки уже давно чуть ли не считают нас членами НАТО, ну как минимум восточным флангом НАТО. Поэтому, скажем, тут будет комбинация вот этой риторики, что, видите, если они в ЕС двигаются, то могут и в НАТО зайти, хотя они могут обыгрывать эту историю так, что НАТОвские базы у нас уже давно существовали. Вот эти, скажем, три столба, на которых российская пропаганда будет отыгрывать кандидатство Украины в Европейский союз, потому что давайте более широко посмотрим, что значит вчерашнее решение. То есть оно не только про Украину. Президент Зеленский в одном из своих интервью очень четко сказал, что решение как раз-таки Европейского союза относительно кандидатства Украины это решение и вопрос как раз-таки того, кем сегодня является Европейский союз. То есть это очень такая дипломатическая фраза, но если ее раскрыть за счет аналитических центров самого же Европейского союза, то она человеческим языком означает другое. Решение Европейского союза относительно кандидатства Украины в ЕС является показателем, может ли Европейский союз быть геополитическим игроком или не может. Вот в отличие от 2013-2014 года, сегодня Европейский союз смог показать Российской Федерации, что они готовы с ними вести политическую борьбу в этом регионе. Потому что если мы вспомним 2013-2014 год, ну, кажучи украинскую, много таких, знаете, мылявых было политических посылов от Европейского союза, когда Украина стремилась в Европейский союз. И если вспомним, я считаю, это была позорная история, когда в сентябре 2014 года, когда уже началась агрессия, был незаконно аннексирован Крым, вторжение на Донбасс, когда Европейский союз инициировал трехсторонние переговоры в формате ЕС-Россия-Украина относительно торговых претензий у сторон. То есть тогда непонятно, чего было, зачем нас надо было загонять там в глухой угол в 2013 году, чтобы потом в сентябре 2014 года с Россией сидеть за одним столом и обсуждать торговые отношения. Вот, слава богу, эта история не повторилась. Сегодня Европейский союз показал, что они игрок в регионе и будут бороться против Российской Федерации. Антон, буквально до минуточки попрошу вас ответить коротко. Как вы считаете, сейчас вот эта европейская солидарность с Украиной, она действительно впечатляет? Ну как думаете, насколько долго и насколько сильно будет общественная поддержка Украины? Буквально до минутки ответ. Я думаю, будет долго. По одной простой причине, во-первых, основные центры принятия решений в Европейском союзе сменили позицию. Удалось союзникам угомонить аппетиты Венгрии. И у всех есть понимание того, что Украина сегодня щит Европы и защищает от оргской навалы безопасность, стабильность и благополучие как раз-таки тех же самых европейских граждан. Это мы понимаем в Украине, живя. А, к примеру, жители Бельгии, которому приходится платить больше за энергоносители, уже на протяжении четырех месяцев понимают, что давайте они договорятся, слушайте, наконец-то уже. И я буду жить, как я жил до того. Я сейчас, кстати, не придумываю. На прошлой неделе был митинг даже в Бельгии, в одном из городов. Во странах Европейского союза происходят митинги как раз на фоне повышения цен на энергоносители. Как раз из-за агрессивной политики РФ. Вот с таким же европейцем мнением, если мы говорим об общественности как раз. Я думаю, что они будут требовать альтернативных источников как раз-таки обеспечения собственных энергетических потребностей, нежели будут вникать в то, каким должен быть мирный переговорный процесс между Российской Федерацией или Украиной. Они так глубоко войну не воспринимают. Они понимают, что наплыв беженцев – это проблема. Бомбардировки городов – это проблема. Убийство демократии – это проблема. То есть убивать свободных людей – это проблема. То есть у них же эмоциональное восприятие. А тарифы – это уже про рационализм. А во время рационализма включается компенсационный механизм. Тем более, если фонды Европейского Союза будут компенсировать поднятие тарифов или ведут какие-то льготы для производителей электроэнергии и других компаний, то это все пройдет незаметно по большому счету. Антон, спасибо вам огромное. Знаем, нужно бежать. Спасибо большое за то время, которое нам делили, за то, что стали частью нашего информационного марафона «Фридом». Напомню, что Антон Кучухидзе, политолог международник, был с нами на связи. Обговаривали в том числе сам процесс получения Украины статуса кандидата в члены Европейского Союза. Почему мы подняли в том числе аспект европейских государств. Знаем, что среди наших зрителей есть жители стран Европейского Союза, в странах которых происходят митинги определенные. В этих государствах называют происходящее на территории Украины не войной России, не агрессией России. В основном, очень часто такие массажи мы заметили в нашей редакции, а именно война в Украине. То есть смещая акцент с российской агрессии на исключительно якобы внутриукраинскую проблему. Нет, дорогие мои, это не украинская только проблема. Это проблема всего Европейского Союза, это проблема более того всего мира. Ведь если Украина падет, падет вся Европа, пойдет дальше Польша, Молдова, Литва, страны Балтии, которые близки к Украине также духом, моралью и так далее, там подобное, скажем так. Это проблема в том числе других государств. И задача наших зрителей, жителей стран Европейского Союза в том числе объяснять и своим знакомым, своим друзьям, что-то не украинцы захотели, чтобы у вас газ был дороже, нефть, чтобы у вас хлеб был дороже, или теперь вам было дороже добираться на работу. Ни в коем случае. Есть несколько аспектов, один из которых, это как раз агрессия Российской Федерации против всего остального мира, против всей цивилизации. Благодаря, в том числе, Владимиру Владимировичу и его приспешникам. Ну и, собственно говоря, как отреагировал Владимир Александрович, наш президент, президент Украины, как отреагировал на получение от Европейского Союза статуса кандидата, давайте его тоже услышим. Только еще. Утром на кандидатство. Стали кандидатами в ЕС. Это победа. Ждали 120 дней, а до этого 30 лет. А теперь победим и врага. И будем отдыхать. Только сначала отстроим Украину. И день, когда Украина стала кандидатом на членство в Европейском Союзе, президент Европейской комиссии Урсула Форн-Ляйн назвала удачным днем для всей Европы, не только для Украины. Она поздравила президента Владимира Зеленского и весь украинский народ, который, по ее словам, стал частью европейской семьи. С новым статусом Украину также поздравил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Давайте его тоже услышим. Украина победит. Европа победит. Сегодня начинается долгий путь, по которому мы пойдем вместе. Украинский народ – это часть европейской семьи. Будущее Украины за ЕС. Мы вместе за мир. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре. По его словам, приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации. Далее прямая речь. Давайте услышим. Мы открываем двери для Украины, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы говорим, что у европейской семьи нет определенных ограничений территории. Такой геополитический подход дает возможность расширять границы ЕС. Экономический контекст также. Мы должны действовать на несколько шагов вперед. Мы бы так не действовали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть определенная усталость от войны, поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств. Эммануэль Макрон, президент Франции. Я напомню нашим зрителям, что во время Дня Европы сбора государств Европейского Союза президент Макрон, хотя и ранее он об этом говорил, он предложил такую себе альтернативу членству в Европейский Союз, это европейское сообщество. Естественно, в Украине восприняли это как вызов для себя. В Украине это восприняли как альтернативу для членства Украины в Европейском Союзе. Понятное дело, что такая инициатива абсолютно не обрадовала как руководство Украины, так и самих украинцев. Теперь же господин Макрон, президент Франции, по его собственному убеждению, один из лидеров Европейского Союза. После увиденного зверства российской армии в Ирпене, после того, как приехал с господином Шольцем, канцлером Германии, Марио Драги, премьер-министром Италии, а также Карлом Юханнесом, президентом Румынии, здесь, сюда, в Украину приехал, посмотрел, что и происходит, возможно, понял наконец-то, что Украина это европейское государство, поменял свое отношение. Хотя, аспект европейского сообщества, он все еще, возможно, остается. Ранее, напомню, министр Франции в Европейском Союзе, Климан Бон, заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может затянуться на годы. По его словам, Украина должна будет придерживаться строгих правил, как и любая другая страна-кандидат. Выразил господин Бон мнение, что для скорого вступления Украины в ЕС, страна должна закончить войну и выполнить абсолютно все демократические и экономические требования. Хотя, канцлер Германии, Олаф Шольц, он говорил о том, что вот этот процесс вступления в Европейский Союз можно изменить. С Олафом Шольцом тоже интересная ситуация, когда его была реакция, и он сказал 27 раз «да», когда все-таки Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Тоже очень много было споров по этой реакции Шольца. Мол, тоже мы одна страна, теперь одна семья, точнее, тоже так же, как и Урсула фон дер Ляйн говорила по поводу одной семьи, да и Жизе Баррель тоже. Но по действиям Олафа Шольца тоже все равно очень много возникает вопросов. При этом реакция была тоже и украинской власти. Мы озвучивали, вам показывали в эфире реакцию Владимира Зеленского. Также его офис реагировал. Украина не повторит путь Турции или Боснии и Герцеговины на пути членства Европейского Союза. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Игорь Жовкова. При этом он подчеркнул, что Украина одна из самых больших стран и среди кандидатов на членство в ЕС и по сравнению с членами ЕС. Услышим, давайте прямую речь. Мы двигаемся с большой скоростью. Вряд ли вы найдете пример страны, где с момента подачи заявки до момента ожидаемого статуса кандидата прошло менее четырех месяцев. Вряд ли вы найдете страну, которая через месяц заполнила опросник, который предоставила Европейская комиссия. Как правило, у стран это занимало минимум год, поэтому мы говорим, смотрите, с какой скоростью движется Украина, в том числе и во время войны. Мы хотим отъезд хотя бы на половину той скорости, с которой движется Украина. Игорь Жовкова, заместитель главы офиса президента Украины.